Витископ. Команды премьер-лиги и чемпионшеба 2-го дивизиона вступают в турнир в январе, в начале января, с 3-го раунда 1-32 финала. И, соответственно, эти бета были уже матчи 1-16 и 4-го раунда. И, наверное, две такие крупные сенсации уже были в субботу. Это поражение Челси дома, лидера премьер-лиги от Брэдфорда, представителя Лиги 1. При том, что Челси выигрывал по ходу встречи с счетом 2-0 и уступил 2-4. И в таких случаях всегда возникает вопрос, возможно, Челси отмолвался от этого турнира, отпустили ситуацию, рассчитывая на то, что у них на других фронтах более важливые задачи. Можно так сказать, учитывая, что Челси играл не оптимальным составом. Но при счете 2-0 они вряд ли отказывались от турнира. Они, скорее, ощутили лишнюю самоуверенность в матче с таким соперником. Тем более, что Челси – команда по своей природе, которая на своем поле, наверное, счет 2-0 не отпустит даже в играх с Реалом и Баварией. Но с Брэдфордом это произошло, конечно. При счете 2-2 уже был риск того, что мяч может лететь как в одни, так и в вторые ворота. И, соответственно, соперник на кураже уже поймал еще раз, еще дважды поймал Челси. Сенсация номер два? Сенсация номер два – это Манчестер Сити, чемпион действующий, вторая команда на данный момент уступила Дома Миддлсбро, одному из лидеров чемпионшипа, со счетом 0-2. Наверное, это ситуация в меньшей степени сенсация, потому что Манчестер Сити на данный момент находится не в лучшей форме. Они взяли всего лишь одну очко в последних двух играх чемпионата. И они играют без своего лидера абсолютного, самого важного футболиста, Яйя Туре, который отправился на Кубок Африканских наций. Плюс Миддлсбро – это команда уровнем выше Брэдфорда, и команда, тренер которой, Айтер Каранко, очень так планомерно и серьезно настраивался на игру от соперника Манчестер Сити. То есть, от Миддлсбро в этом сезоне Кубка можно ждать еще некоторых сюрпризов и в будущем? Я думаю, да. На самом деле, сюрпризы Кубка, они, в общем-то, они не имеют никакой тенденции за собой. То есть здесь может выстрелить любая команда, и точно так же Миддлсбро в следующем раунде может проиграть представителя чемпионшипа или обыграть команду премьеры Лига. Все очень подвязано к случаю, к конкретному поединку. Ну, власне, я коли говорив про формат, то мы вновь еще и те, что не все команды завершили эту стадию, так, 1-16. Враховывая тот формат, после ничейного результатов на поле одной, команды переезжают на поле другой. И там у нас еще тоже осталось, кажется, Манчестер Юнайтед, так? Да, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Это тоже две команды. Манчестер Юнайтед проиграл, точнее, сыграл 0-0 на выезде из Кембридж Юнайтед. Их ждет переигрывка, представителя Риги 2. А Ливерпуль дома сыграл 0-0 с Болтоном. Их ждет переигрывка. То есть матчи первого раунда заканчиваются на 90 минуте. Первый матч заканчивается на 90 минуте. А второй, собственно, начинается уже на поле другой команды заново. И не отталкиваясь от результата первой игры. И вот там уже может быть и овертайм, и серия пенальти. И твой прогноз на эти две пары, которые оставилися, ну, относительно Кембриджа и Манчестера, ну и, соответственно, Ливерпуль тоже. Я думаю, Манчестер Юнайтед пройдет с огромной вероятностью Кембридж, потому что, во-первых, вот осечки Челси и Манчестер Сити, они дали ощущение того, что опасности возможны для других команд. И Манчестер Юнайтед будет играть дома. Тут тоже нужно это учитывать. А Ливерпуль, Ливерпулю будет тяжелее, потому что в Ливерпуле и график непростой в чемпионате. Но в первой игре Ливерпуль подемонстрировал хороший футбол. И только там реакция вратаря Болтона, организованная игра защиты помогла им избежать поражения. И снова все, у нас ждет матча кубка, но уже иного. Это уже Кубок Лиги, да. И тут и финал. Да, который уже подходит к концу, потому что Кубок Лиги начинают команды играть еще в августе. Все команды, точнее, половина команд Лиги начинают в августе, половина в сентябре. Вот там как раз Манчестер Юнайтед выбыл еще на первой стадии, уступив 4-0 МК «Донс» клуба Лиги 1. А сейчас состоятся уже вторые полуфиналы на прошлой неделе. На прошлой неделе, вот можно оценить график, то есть матчи Кубка Лиги, чемпионата, да. На прошлой неделе были сыграны первые поединки. Ливерпуль сыграл с Челси 1-1. И Тоттенхэм выиграл у Шеффилд Юнайтед 1-0. И вот сейчас они сыграют уже на поле соперника. И чего нам ждать от этих матчей? Твои прогнозы, твои фавориты? Наверное, Челси, конечно, остается фаворитом, потому что дома, не учитывать Брэдфорда, в нынешнем сезоне выиграли абсолютно все матчи. Эта команда, наверное, доминирует сейчас в Англии. Тем не менее, Ливерпуль во втором тайме себя показал очень сильно в предыдущей игре. И команда будет на кураже играть против синих. Но в то же время у Челси есть еще один плюс, потому что после домашнего поражения от Брэдфорда они сделают все, чтобы как-то во многом даже не только порадовать болельщиков, а извиниться перед своим тренером, который очень их раскритиковал после матча. А во второй паре Тоттенхем, Шеффилд Юнайтед, с одной стороны счет 1-0 скользкий. И более того, Шеффилд Юнайтед славится уже тем, своим умением обыгрывать клубы премьер-лиги. Да, эта неделя может быть ключевой в чемпионской гонке, потому что Челси принимает на своем поле Манчестер-Сити. И на данный момент разница между командами в 5 очков в пользу Челси и отрыв в 8 баллов, если лондонцам удастся одержать победу, он, конечно, может быть критическим. Тем не менее, здесь тоже нужно учитывать, что в этом сезоне Челси уже выигрывал 8 очков у Манчестер-Сити и потом разница пришла к нулю. И Манчестер-Сити имеет личный опыт буквально 3 сезона назад. Сити туров за 8, наверное, до конца турнира уступал 8 очков Манчестер-Юнайтед и в итоге выиграл чемпионат по разнице мячей. Так, это типа Станю Мотори, он эпичный финал. Да, гол Серхио Гуэра на последней минуте. И третий нюанс – это участие в Лиге чемпионов обеих команд. У Челси, как у более опытной команды, больше шансов пройти до решающих стадий. Более того, в 1-8 им попался более простой соперник – ПСЖ, а Манчестер-Сити будет играть с Барселоной. Календарь легче учился, у них были до этого более сложные матчи. Но снова-таки, как показал прошлый сезон, когда они же шли к чемпионскому титулу и вроде бы должны были его брать, но при этом они проиграли дома Сандерленду, который шел в зоне вылета 1-2. Более того, это был первый случай за 4 года, когда Мауринио проиграл домашний матч на Стамфорд-Бридж. И по итогу в Манчестер-Сити стал чемпионом, поэтому здесь загадывать очень сложно. Нужно сказать, что накаляется вот именно борьба еще за зону Лиги чемпионов. И в Саутгемптон, который сенсационно идет на третьем месте на данный момент, вот сейчас для него снова наступает такой определяющий период. Это не только эта неделя, это и ближайшие недели. Команда выбыла из двух кубков, что сыграет ей на руку, она обладает менее глубоким составом. Это же на минулих выходных Саутгемптон програв, так? Да, он проиграл дома Кристал Пелес на своем поле. И Тоттенхем вылетел, проиграл Лестеру. Там как раз фавориты в большинстве своего статуса. Как раз те команды, которые пасутся за лидерами. Да, которые пасутся за лидерами. И на данный момент в кубке остается только Арсенал и Ливерпуль. До речи, Арсенал одна из небольших команд, которая ведет борьбу абсолютно по всех напрямках, так? Кроме Кубка Лиги осталось сыграть только финал. Ну и два полуфинала. Практически так, да. Три матча, так? Да, три матча. Тут уже, наверное, нагрузка Кубка Лиги особого значения не будет иметь, потому что это будет один финальный матч в итоге. Кто бы в нем не сыграл.